Машина инструктора автошколы сидела в Майами Андрея. Машина на каждый день. Это совершенно новый автомобиль. Последней модели. Это конец 22 года. Я брал на Бискейне у нас во Флориде в автосалоне у официального дилера. Это V8. Движок атмосферный. Покажешь? Здесь 6.2 двигатель. 495 лошадей Stingray. Двигатели расположены сзади, так как это идет новая модель, кто делал в Феррари, основатель компании, по дизайну проекта. И вот эти все новые модели, они оснащены задним двигателем. Атмосферник V8, 6.2, 495 лошадей. Подожди, это среднемоторная компоновка считается? Или задняя все-таки? Это задняя считается как-то. Задняя? Да. Это здесь задний привод. Абсолютно обрати внимание, разный диаметр колес по ширине. И спереди они отличаются. Здесь двойное электронное сцепление, как у всех спортфлакшерика идет. Вот, соответственно... Капот может? Ну, да. О, в багажнике. Маленький. Небольшой. Ну, какую-нибудь такую легкую туристическую сумку можно всегда будет положить. Ну, мешок картошки войдет. Ну, мешок картошки войдет, да. Но не более того. Причем, как у всех, видишь, американских автомобилей всегда должна быть безопасность при... А, да. Если кого-то в багажник закроют. Ну, я не знаю, кого сам можно будет утрамбовать в багажнике. Не, ну, меня по запчастям, если так. Ну, если мелкими партями, да. Вот, а так, все очень такое... Абсолютно такой, мягкий такой автомобиль. Пластик? Да. Он в основном, в большей степени металлических деталей здесь очень мало. Вот. Он в основном идет в большей степени из пластика. Практически там, не знаю, 80%. Крыша снимается. Это кабриолет. Вот. И крыша легким движением руки снимается и кладется вот сюда, в эти пазики. Прям вот так вот ровно закрывается. И у тебя получается полноценный кабриолет. Потому что я брал специально... Есть две версии. Есть вот такая версия, как у меня. Я специально такую заказывал. Это называется Panel Glass. Когда сзади стекло. И это как бы сердце мотора. Я уже не раз обращал где-то на парковке. Люди подходят, смотрят двигатель. Полные компоновки. Фотографируют. То есть им всем интересно. И вторая есть версия. Электронные крыши снимаются. Нет стекла. Здесь зато тот самый. Пространство то же самое. Но крыша снимается автоматом. И в багажник она уже складывается с кнопочкой. Это удобно. Но на мой взгляд, самый стильный вариант это когда с Final Glass. Пожди не о себе говори. Сегодня на ней тренируемся. Да, вот сейчас PTI как раз пойдет. Ну заведешь? Да. А как вот удобно забираться? Не совсем. Вот, ну здесь все такое синхронно. А ну-ка казани. Казани, Андрей. Сейчас он что-то скринет, будет трудно. Сейчас он что-то скринет, будет трудно. Сейчас я подойду туда. Ну-ка казани еще раз. А, еще раз. Как вам такая лимонка? Chevrolet Corvette, 22-й год. Цена вопроса? Я платил 110 тысяч кэш. Новая? На бьем. Ага. Цена вопроса 110 тысяч американских долларов. Причем наличкой. Еще раз повторюсь. Это у человека машина на каждый день. Это не машина выходного дня. Это не машина в аренде. Это человек купил и ездит каждый день на работу, с работой в магазин, на пляж и так далее и тому подобное. Да. Ну, ты доволен? Да. У меня до этого и в Москве, у меня было новое, ну, уже там 16-17 лет назад, сколько я здесь живу, у меня был Bentley Continental новый тоже. Но вот две модели и Bentley, вот это прямо, конечно, сказка. Предыдущая машина до этой. Здесь у меня был Ford новый Mustang, но не пятилитровый, вот был простой, эко-босс, но его хватало. Тоже покупал новый в автосалоне, Ford, на нем где-то года два я отъездил, продал и уже взял вот эту. А следующая будет какая, Tesla? Ну, Tesla вообще машины не люблю. Ненавижу электрички и Tesla вообще не нравится. Если года через, я планирую, дай бог, все нормально, года три-четыре поездить. То есть она новая, зачем ее менять часто, тем более, но нет смысла, они в цене, знаешь, там не падают, особенно вот эти модели. А какой сейчас пробег? Ай? Пробег какой на данный момент? Пробег 20 тысяч. 20 тысяч? Да. Поэтому я пока не планирую ничего менять, но если буду в дальнейшем, то планирую только асимарти. Какая мощь, кстати? 425. А крутящий момент? С 700, по-моему, с чем-то. Восьмиступенчатая коробка, двойное электронное сцепление, автомат, V8, атмосферник, 6,2. Тут именно автомат или робот? Да, автомат. Не, робот выяснил. Угу. А ускорение кто зацепит? Ну, когда на газ... Ну, не могу сказать, но я экспериментировал на трассе, мне в Z-режиме он уходит 3 с копейками, где-то около 4 секунд. Если мы берем на Z, вставляем на кнопку, нажимаем в турбину, мы не турбину. Еще раз с круглым обойду. Chevrolet Corvette. Еще его называют Ferrari для Redneck. Redneck, ну, грубо говоря, можно перевести как деревенщик. То есть, это почему-то говорят, когда американцы есть какая-то лишняя денежка, они сразу покупают Chevrolet Corvette. Вот такой вот небольшой обзорчик. Ставьте лайки, подписывайтесь, задавайте вопросы. С вами был Андрей Посекун. Всем пока-пока. Наезжайте. Редактор субтитров А.Семкин.